Любитель Москвы Покажу, почему это не все так однозначно. Речь идет об открытии сквера и новой спортивной площадки, но прежде всего футбольной площадки на Шипиловской улице. Значит, во-первых, прошло это открытие в конце августа, ну, сейчас, в принципе, середина сентября, то есть, грубо говоря, ну, три недели назад произошли эти события. Все это проходило событие с довольно большой помпой, приезжал Степан Орлов, там, другие чиновники из Управы, там, из Южного округа, ну, где как раз находится, в общем-то, это Орехово-Борисово-Северный район, тоже неподалеку Зябликово, это вот на перещине Каширского шоссе, вот оно проходит, и вот как раз Шипиловская улица идет перпендикулярно ему. Вот, ну, итак, был сначала открыт сквер, это за домом 25-корпус 1, по-моему, 9-этажный дом, длинный такой дом идет по Шипиловской улице, здесь все дома, они, по-моему, 9-12-этажные, ну, а части 16-этажные, и все они были построены в 70-е годы, в советское время. И здесь, на месте сквера, ну, изначально находился детский сад. Ну, как изначально? Ну, понятно, что изначально здесь находилась деревня Шипилова, с деревянными домами, естественно, никакой этой застройки и помина не было, ну, мы уже говорим о том времени, когда эта территория вошла в состав Москвы, а произошло это в 1360 году, ну, потом какое-то время деревня существовала, ну, вот в 70-е годы этот район застроили домами, в основном современные дома, это вот все, которые мы видим, это вот все 70-е годы, как раз после сноса деревянных домов бывшей деревни Шипилова, по которой как раз это Шипиловская улица и назвали. Ну, и для жителей домов, естественно, построили детские сады, школы, в том числе и вот здесь был построен детский сад. Прошло это в 80-е годы, где-то, например, в середине 80-х годов, там дальше школа до сих пор находится, действующая, кстати, тоже была построена по 84-м году, и детский сад. Ну, что, нормально, все хорошо, прекрасно, и детский сад этот работал до 90-х годов. Вот. 90-е годы по понятным причинам, хотя мне лично по непонятным причинам, вот, почему-то у нас детские сады стали массово закрывать, и многие детские сады просто с тех пор закрыли, забросили или отдали коммерческим структурам. Вот. Это было сделано, ну, якобы потому, что снизилась рождаемость, ну, она действительно снизилась, но это не значит, что надо было закрывать детские сады. Ну, просто надо было держать там небольшие группы. Не ходят там, допустим, 10-15 детей, ну, и пусть ходят. Ну, я думаю, что ходило бы намного больше детей, не 10-15, конечно, но и было бы побольше. Человек там 40-50 бы наверняка направлось, ну, и хорошо, пусть будет такой небольшой детский сад, как бы такого семейного типа, очень хорошо. И чем меньше детей, тем легче с ними работать. Это, я думаю, любой педагог знает. И тем более гармонично, более правильно развиваются сами дети. Им более комфортно они себя чувствуют, нежели в перенаселенном детском саду, в котором там 200-300 человек, а то и больше. Ну, куда? Вот. Ну, ладно, вот решили, что, значит, закроют, и отдали, значит, детский сад, хотя это, еще раз говорю, это было сделано неправильно, равно как и, так сказать, другие подобные детские сады, его не надо было закрывать. Ну, уж если закрыли, отдали частной школе. Частной школе, имя она называлась, частная школа, ну, и она, в принципе, там какое-то время находилась, примерно до середины 2000-х годов. Ну, там разные есть сведения, где-то говорят в 2001 году, кто-то там до 2008 даже года, ну, вот где-то так вот, в таком диапазоне. Ну, и территория, конечно, поскольку это была частная территория, люди платили большие деньги за обучение детей в этой школе. Конечно, все содержалось в хорошем, в общем, порядке. Вот. Ну, а потом эта школа, ну, очевидно, обанкротилась, вот, у родителей не осталось средств платить за детей, и, в общем, место такое довольно непрестижное здесь, в принципе. Ну, и в итоге на этом все закончилось. А дальше, в общем, начались, началось развал здания, вот, и его довели просто до аварийного состояния. То есть, там по территории и бездомные обитали, и всякие там разные любители приключений там лазили. Какое-то время там пытались это здание охранять, потом в итоге охрану вообще убрали, потому что все это бессмысленно стало. Вот там и с собаками гуляли по территории, ну, собачники, да, там и так далее. Вот. Ну, и все, конечно, естественно, там заросло здание, постепенно стало приходить, просто уже в аварии, фактически аварийное состояние, все там, все, что можно, вынесли оттуда, ценное, и так далее. Ну, и в итоге, примерно весной вот этого года, его просто снесли полностью. Все, что от него осталось, все полностью снесли, и сделали, ну, какое-то время там было пустое пространство просто, да, и вот в итоге за это лето сделали там вот этот сквер. И вот вроде как ликование, ну, как хорошо, вместо детского сада сделали сквер. А что хорошего тут? То есть вместо того, чтобы построить новое здание детского сада, вместо этого сделали сквер. Я не думаю, что это очень хорошо. То есть вот жители района, а их, ну, вроде как все довольны, но был ли референдум, спрашивали ли людей, довольны ли они этим или нет. Это большой вопрос. Ну, конечно, если, естественно, иметь в виду, что вместо нового дома, который могли бы там влепить, да, построили сквер, ну, это да. Да, если вот такую альтернативу мы берем, да, то есть или-или, тогда, конечно. Но, наверное, все-таки лучше всего, как это часто и раньше делалось, да, и часто и до сих пор делается на место старого здания детского сада. Тем более сейчас рождаемость растет, это мы видим вполне отчетливо на улицах Москвы. Могли бы построить новые здания, более современные, соответственно, и более высокое, оснащенное, так сказать, современными, по последнему слову, как говорят, техники, да, и так далее. И было, мне кажется, намного лучше, чем делать просто, скажем, зону отдыха для людей. Причем, почему-то эта зона отдыха, она позиционируется как место для детей, пенсионеров и спортивной молодежи, а для других людей... И вот, значит, говорится, что вот, где, скажем, была развалюха, теперь, значит, снесли и сделали мы там зону отдыха для детей, пенсионеров, для спортивной молодежи. Все ракетки там для тенниса настольного в магазинах, крестных расхватали, значит, людям это надо, это все прекрасно. Ну, да, конечно, понятно, расхватали, там действительно сделали пространство для настольного тенниса, там пешеходные дорожки, вот, и скамеечки там сделали, конечно, да, это все понятно, все хорошо, но мне кажется, что это место должно быть не только для спортивной молодежи, ну, вообще, в принципе, для любых людей, не только для пенсионеров, для детей, а как же просто, то есть, мне кажется, не стоит так вот, как-то сужать это пространство только для занятий спортом. Опять же, вот эта спортивная составляющая, она, к сожалению, почему-то вот очень тоже как-то вот непропорционально, да, по требностям, по-моему, развивается. То есть, как-то из людей хотят сделать всех спортсменами, ну, мне кажется, что есть люди, которым просто надо спокойно отдыхать, вот без вот этих каких-то тренажеров уличных, да, без настольного тенниса, без каких-то там разных других каких-то спортивных там разных объектов, да, и разного инвентаря уличного. Поэтому мне кажется, что, ну да, ну, не надо так вот именно делать вот эту какую-то такую-то именно спортивную, да, составляющую вот этого, так сказать, сквера, да, в принципе. Ну, сделали бы более такой тихий, мирный, спокойный. Хотя, ну, да, действительно, в общем, есть там пространство и детская площадка сделана, да, и, в принципе, цветочная композиция есть, и скамеечки там для отдыха такие дизайнерские, да, то есть что-то нашли. Конечно же, это, в принципе, неплохо. То есть, так вот за детьми там погулять, это, в принципе, неплохо. Но, еще раз говорю, что детский сад был бы лучше, на мой взгляд, более правильно было бы сделать детский сад. А в детском саду уже можно было бы там и площадочки сделать для детей, там, так далее, скверики, пожалуйста, но для детей, чтобы они туда ходили. Это первое. И второе, я бы сказал, что, все-таки, вот не нужно, опять же, вот это такое вот излишнее, какое-то перенасыщение спортивными всякими вот этими объектами, вот эта направленность на вот это вот такое занятие спортом, занятие физкультуры. Ну, и третий момент. Понимаете, если бы здесь построили детский сад, то была бы гарантия, что место забито и что больше ничего с этим местом не будет. То есть, вот построили детский сад и все. А сквер, это, как бы, может быть, некий временный такой момент. То есть, вот сейчас это сквер, это все хорошо, но где гарантия, что вместо этого сквера через какое-то время не начнут строить на его месте новый жилой дом. То есть, вот сейчас его не построили, слава Богу, слава Богу, что не построили. И в этом плане, конечно, хорошо, лучше сквер, чем, конечно, новый дом. Но где гарантия, что на месте этого сквера через какое-то время начнется опять строиться все-таки новый дом. И мы это видим, постоянно это происходит. Скверы вырубаются, на их месте строятся новые жилые дома. Это по всей Москве происходит. И никакой гарантии того, что здесь этого не произойдет, нет, конечно. А построили бы детский сад, гарантия была бы. Ну как, что же построили детский сад, тут ее снесут, но дом просто, конечно, нет. А тут всегда есть опасность. Поэтому, ну, событие вроде бы и хорошее, но, как мы видим, есть и подводные камни. И не все так однозначно. Теперь, что касается открытия нового стадиона около юридического колледжа. Ну вот это, это владение номер 17. Вот здесь находится юридический колледж. Это был когда-то, ну, ПТУ металлистов, металлическая ПТУ, там металлообработка была. Ну, сейчас, потом это было милицейское училище, милицейское ПТУ тоже было. Ну, а потом милицейский колледж. Ну, сейчас это вот юридический колледж, а часть его занимает колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже. То есть, они как бы делят это здание в два колледжа. Юридический сейчас и Карла Фаберже. И вот, ну, у этого колледжа как бы был такой вот небольшой футбольный стадион, ну, там беговые дорожки, да, и так далее. ну, там, здесь жилые дома тоже за 70-е годы в постройке, тоже по-шипиловски. Вот. А здесь вот Абрак Шипиловский, где вот точечную застройку, недавно дом построили всего лишь маршала Захарова проходит, и вот там построили новый дом. И вот здесь вот этот вот стадион, его, значит, обновили, да, то есть, его сделали новым, там сделали новое покрытие, беговые дорожки, там волейбольные, баскетбольные площадки сделали, воркаут, зона там, да, то есть, ну, разные, так сказать, спортивные такие составляющие, вот, разные спортивные площадки. Ну, и тоже вот все это с помпой открыли вот в конце августа, вот, как это прекрасно, такой вот районный стадион, даже чуть ли не межрайонный, здесь вот будут заниматься тоже люди, там все. Ну, казалось бы, да, можно только радоваться, да, действительно, вот на смену старому стадиону, который уже действительно сильно обещал, и многое там прогнило, и нуждалось в замене, модернизации, ну, да, это несомненно. Ну, вот, вроде как сделали новый стадион, ну, как говорится, только радоваться можно, вот, так сказать, люди теперь будут на новом стадионе, так сказать, заниматься, так сказать, активный образ жизни вести, заниматься физкультурой, ну, прекрасно, да, ну, тут, в чем тут момент, я вижу тут, такие, ну, как бы, конечно, ну, а ты вот сейчас будешь критиковать, да, значит, все тебе не так. Да, буду критиковать, почему? По двух моментам, есть два момента. Момент первый, я не столько критиковать, сколько просто, как бы, обозначать такие, вот, как бы, которые, ну, скажем так, не позволяют радоваться широко, и говорить об этом, как об однозначно хорошем событии, вот, открытие нового стадиона, это однозначно хорошо. Ну, я бы не сказал, что однозначно. Во-первых, во-первых, почему? Потому что, этот стадион, он все-таки принадлежит юридическому колледжу, то есть, в первую очередь, это стадион для студентов, ну, для учащихся этого колледжа. Значит, что это значит? Это значит, что, большое количество времени, то есть, с утра до вечера, в будние дни, он будет для народа недоступен. Ну, потому что, если там будет заниматься, соответственно, студент, учащийся, то в это время туда уже вряд ли будут пускать людей, которые будут там заниматься спортом, просто вот из соседних домов, допустим. Вот человеку надо, он встал утром, он хочет, допустим, сделать пробежку. Ну, что ж. Или там, волейбол поиграть, баскетбол. А в это время там учащиеся занимают, у них там уроки физкультуры проходят. Они тоже, то есть, это прежде всего, это стадион от колледжа. Тут у меня рядом школа находится, я вот ее не давно показывал, перед домом. Там тоже есть стадион футбольный, все, тоже беговые дорожки, ну, все, как, например, здесь вот. Ну, так там посещать-то его можно жителям только с пяти часов вечера в будние дни. Нет, в выходные можно, пожалуйста, в течение всего дня. А в будние только с пяти часов вечера. А до пяти вечера все, туда доступ, в принципе, закрытый, не имеешь права, там в правилах посещения там это написано конкретно. Ну, точно так же и здесь, скорее всего, будет, да, то есть, главный приоритет, соответственно, это, а весь день, по сути дела, люди пользоваться им не смогут. Придешь, а там студенты занимаются, тебя туда не пустят. То есть, это первое. То есть, по сути дела, это сужение, конечно, вот этого такого вот времени, да, возможностей, скажем так, для занятия физкультурой, именно, вот, для жителей района. Ну, и второй момент, ну, это самый, я считаю, такой главный негативный момент, как мне кажется. И второй такой момент, ну, менее, может быть, такой негативный, да, и, скажем так, ну, уж скажу, да, что это все-таки вот, ну, вот именно, упор делается на спорте. То есть, мне кажется, что, вот всегда говорят, вот, занятие спортом. Ну, не занятие спортом, занятие физкультурой. Вот это разные вещи, физкультура и спорт. Спорт, это все-таки, ну, для профессиональных спортсменов, да, это для тех, кто хочет достигнуть каких-то результатов. Это всегда связано с какими-то повышенными физическими нагрузками, ну, с каким-то большим числами, когда человек действительно, вот там, ну, что-то хочет добиться, там, достичь, там, что-то такое. Ну, а простым людям, вот нам, жителям, там, допустим, ну, зачем спорт нужен? Нужен не спорт, нужна физкультура. И мне кажется, вот это вот самое главное должна быть именно направленность вот этих вот стадионов, там, допустим, да, то есть не на занятия спортом, не на какие-то там силовые вот упражнения, какие-то там, и опять же вот говорят, да, что вот этот, так сказать, стадион со временем будет использоваться для массовых, массовых сдач норм ГТО. Ну, зачем вот эти нормы ГТО? Зачем они нужны вообще для простого человека? Человек будет пыжиться, человек будет там портить, фактически портить свое здоровье, да, вот этим, чрезмерно физическими нагрузками для того, чтобы получить какой-то значок, медальку, и чтобы тебе там дали какой-то документ, что ты вот сдал нормы ГТО. Но зачем? А зачем это нужно для простого человека? Я считаю, это не нужно. И направленность надо делать не на какие-то сдачи норм ГТО, не на какие-то там достижения каких-то спортивных результатов. Это все не нужно для нормального, обычного человека. Вот. А именно просто на такое спокойное, нормальное развитие, физическое развитие занятий физкультурой, да, то есть какие-то, ну, подтягивания, бегни, там, трусой, там, прыжки какие-то, небольшие, да, занятия, там, ну, какими-то игровыми видами спорта, пусть там, да, волейбол, баскетбол, прекрасно, ну, тоже в свое удовольствие, без каких-то там результатов, без каких-то там вот счетов, там, столько-то победил, там, и так далее, каких-то там разных записей, в какие-то там разные книги, там, какие-то, да, что-то там достиг, что-то добился, и так далее, той какой-то личный счет. А именно вот просто для укрепления здоровья. для достижения тех или иных результатов, пусть есть на получение при этом каких-то денег, для удовлетворения своего тщеславия, вот это спорт, это спорт, высоких достижений, как его говорят. А с физкультурой это для здоровья. И мне кажется, что направленность должна быть именно вот эта, что именно для спокойного занятия физкультурой, кто как может, по силам, по потребностям, ну, вот без этого, вот без спорта, вот без какой-то вот этой агрессии, потому что все-таки вот чувствуется вот эта какая-то агрессивность, вот мы сейчас тут вот будем вот спортсменов, мы сейчас вот все будем спортом, заниматься прям такими сильными, все поднимать, прям престижно. Ну, то есть вот вот это прет просто, вот это вот прет, вот это вот какая-то вот агрессивность, какая-то вот эта вот, ну, все-таки бравада, она ни к чему уж, мне кажется. Мне кажется, стоит вот без вот этой помпы все это делать, ну, просто для спокойного занятия физкультурой. И еще раз подчеркну, вот возвращаясь вот к первому моменту, да, что надо открывать стадионы именно вот как раньше открывали, общедоступные. Общедоступные, не привязанные к какому-то конкретному колледжу, к какому-то конкретному учебному заведению, к какому-то институту, там, заводу какому-то, ну, раньше тоже были при заводах, но это другое, туда и не пускали, в общем-то, особенно всех остальных. А именно вот эти вот именно районные, в таком вот именно плане, ну, не как вот сейчас говорят районные, а при этом привязан к какому-то колледжу, а именно вот общедоступные стадионы, чтобы они ни к кому, ни к чему не были привязаны, человек мог бы с утра до вечера, каждый день, в любое время, удобный для него, да, вот надо тебе там в 9 утра, ну, хорошо встал, пошел, позанимался спорт, вот, заниматься физкультурой, вот, мне кажется, что это очень-очень важно, и возможности для этого, несмотря на то, что застройка сейчас все-таки в городе стала очень плотной, да, и все более-более уплотняется, мне кажется, все-таки есть, и вот это надо делать, пусть это будет без этой помпы, пусть это будет по-простому, пусть это будет, может быть, не так шикарно, да, без какого-то особого лоска, но это будет действительно для людей, по-настоящему, для людей, не для каких-то там вот выступлений праздничных, не для каких-то там записей где-то, что вот мы там сделали вам, а именно вот действительно от души, и для людей, чтобы они могли, и чем больше таких стадионов будет появляться, тем лучше. Ну, не надо, конечно, тут уж подать другую крайность. Не все хотят даже и физкультурой заниматься. Это однозначно. Но чтобы желающие, они могли это сделать. И я думаю, что это самое правильное. А это, ну, открыли, ну, хорошо. Конечно, это лучше, чем построили новые дома. Это однозначно. Ну, хоть что-то делается, кроме строительства жилых домов, это уже прекрасно. Но все-таки, я еще раз говорю, вот эти моменты. Здесь был лучше детский сад. Ну, а здесь просто обычный, действительно, стадион без привязки к каким-то учебным заведениям. Было бы неплохо. Ну, такие мои мысли по поводу событий, недавно происшедших в моем родном Южном округе, на Шупиловской улице, дом 25 и дом 17. Вот. Ну, и вот этими мыслями я хотел с вами поделиться. До встречи.